С работы нашего героя начинается строительство любой атомной электростанции. Геология – это моя жизнь на самом деле, большая часть жизни. Владимир Леденев почти 40 лет работает в управлении инженерных изысканий. Именно геодезисты определяют, где можно строить, а где нельзя, и где это будет выгоднее и безопаснее. Как говорил мой учитель, академик Сергеев Евгений Михайлович, ныне покойный, построить можно везде, кроме как на вулкане и на спарующем разломе. Для всего остального существуют компенсирующие мероприятия. Вопрос, сколько они стоят. Атомная станция, как объект, включает в себя от 150 до 180 сооружений на площадке. И я еще не говорю про коммуникации, которых очень много. И вот, скажем, котлован «Курс КС-2», объединенный котлован, размерами 750 на 800 метров. С глубиной до 12 метров. Вот представляете себе вот такую ямку котлован? В каждом месте Господь условия создал разные. Поэтому повторного применения у нас практически ничего нет везде, все по-разному. И поэтому всегда новость, всегда интересно. Стать геодезистом в детстве наш герой не мечтал. Из родной Волгоградской области он отправился вслед за старшей сестрой поступать в МГУ. И поступил на геологический факультет. Так, после распределения в 1987 году Владимир Николаевич оказался в Горьковском отделении Института Атомэнергопроект. И чуть не сбежал. Из-за погоды морозы оказались здесь совсем не южные. Валенки не спасают с полушубком. Южное тело. Я думал, что уеду. Нет, не уехал. Кто-то только бьет по голове и загоняет под плинтус. Конечно, хочется скрыться ближе к кухне. А когда бьют, но поддерживают. Естественно, приятно и хочется и соответствовать, и показывать уровень и класс выше, выше, выше. Наш герой вскоре стал ведущим инженером, а потом и начальником службы изысканий. Когда меня Евгений Михайлович Королев ставил начальником, он сразу сказал примерно следующее. Что, Володя, у Института есть задачи. Мы на пороге атомного ренессанса. И я хочу, чтобы этот самый ренессанс с твоей стороны был обеспечен. Было очень интересно. Вот, скажем, первый блок, Ростовская АЭС. Была получена первая в России лицензия на строительство и дальше на пуск. И, ну, я там жил примерно полгода. Люди там были все взрослые, но мне вот, опять же, что-то 35 не было. А здесь это все убеленные сединами доктора, профессора. 82 эксперта. У каждого свои научные интересы. У каждого свое видение и понимание. Мы пошли, опять же, в экспертизу с четырьмя блоками. Нас экспертиза ограничила, сказала, на этой площадке два блока и не больше. Теперь там четыре блока. Там через 10 лет все поняли, что можно и больше. А чтобы все поняли это, надо постоянно пилить и доказывать. Дорогу осилит идущий. На Калининской тоже третий, четвертый. Никто не верил, что они будут. Ну, потом, ладно, третий будет. Четвертого точно не будет. Все четыре сданы, пущены. Ну, белорусская очень интересная площадка. Пару месяцев назад мы сдали второй блок. Закрываем контракт. Вот, буквально две недели эти. Все, дальше будет только сопровождение. Когда огромная там инстанция построена и распределяется пусковая премия, произыскатели обычно забывают. Мы же были в начале. Кто был в начале, уже забыли. Но все равно приятно, когда... И главное, что приятно не то, что и построили. Приятно то, что прогнозы, которые ты сделал 10 лет назад, на основе некоторых материалов, еще весьма неполных, когда начинал, подтверждаются. И даже в самых сложных ситуациях главное не отступать. Тем более, когда рядом поддерживают и помогают коллеги. В нашей системе невозможно один на один. Начиная с самых первых. Если буровая, то она бригада. И ошибку делает даже вот не тот, кто тыкает в кнопку прибора, а тот, кто неправильно держит рельг. Поэтому только командная работа. Сейчас наше подразделение находится на этапе смене поколений. Сейчас меняется состав коллектива. Приходят молодые. Молодых надо учить. Вся жизнь самого Владимира Николаевича связана с Росатом. И даже его личная жизнь. Здесь, в Атомстройэксперте, он познакомился со своей будущей супругой. А в семье двух атомщиков даже Новый год особенный. Мы начинаем праздновать Новый год или входить в празднование с Дня энергетика. С 22 декабря. Это традиционно. Вот с 87 года, как я пришел, День энергетика знаменовал окончание, собственно, рабочего года. Эта система мне позволила расти над собой, уважать себя за сделанное и иметь задачи интересные, трудные, но решаемые – это вот Росатом.